Всем привет дорогие друзья! Новый год продолжается всего три дня, а новости одна веселее другой, или как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Читая вот накануне вечером новости, блин, мы уже с белорусами умудрились поссориться, Россия прекратила поставки нефти на белорусские нефтеперегонные заводы. Случилось это еще 31 декабря, тогда были ограничены непрерывные поставки, а с 1 января подача нефти была прекращена полностью. Сейчас два белорусских завода, Мозырский и Новополоцкий, если правильно называю, работают на накопленных запасах, однако загрузка снижена до технологического минимума. Я думаю, что белорусы нам за это ни разу спасибо не скажут, я думаю, что это, наверное, первый шаг в сторону поссориться, и я лично в этом не вижу ничего хорошего. Давайте зададимся простым вопросом, а с кем мы еще не поссорились? Ну вот с кем мы еще не поссорились, мы уже разругались со всем миром. В отношении нас вводят какие-то санкции, но у нас до этого были хоть какие-то друзья из числа бывших союзных республик. С каждым днем этих друзей остается все меньше и меньше. Украину мы потеряли, Грузию мы потеряли, страны Балтии мы потеряли, армян мы потеряли, мы со всеми разругались. С казахами не сегодня-завтра разругаемся, вот с белорусами вроде какие-никакие отношения были выстроены, все. Теперь и с ними у нас начинается разлад, и чем все это закончится непонятно. Да, знаю, кто-то начнет сейчас кричать, да белорусы от нас больше зависят, да куда они без нашей нефти, да куда они без нашего газа, и бла-бла-бла, нам от них как раз ничего не надо. Так вот я, ребят, спешу вас расстроить. Мы как раз страна, которая вот именно от всех зависит, мы зависим от всего мира. Потому что у нас ничего своего нет, кроме нефти и газа. Ничего. Все остальное мы импортируем, вот все, вплоть до трусов и шнурков. Если говорить о Беларуси, вот сейчас я вам покажу одну табличку, вот она. Что мы у них импортируем? Молоко и молочная продукция имеется в виду недорогое, качественное молоко и качественная молочная продукция. Своего у нас недостаточно. Китай делает откровенную отраву. Ну, не Китай, имеется в виду китайцы, которые находятся на территории нашей страны и производят непонятно что. Много уже об этом говорено, переговорено. Мяса у нас своего тоже нет, во всяком случае говядины точные. Об этом, кстати, не я говорю, даже Путин об этом говорил, что нет у нас своей говядины. Откуда мы ее берем? Также импортируем, в том числе и из Беларуси. Давайте вспомним нашу тяжелую промышленность. Горно-обогатительная отрасль, горно-обогатительные комбинаты. Металлургия имеется в виду. Вспомните вот эти вот совершенно замечательные карьеры, например, из Челябинской области. Вы больше о них слышали, когда мы, журналисты, блогеры, вспоминали про то же строительство ГОКа Томинского, например, в Челябинской области. Вспомните и посмотрите, на каких грузовиках там возятся породы. Правильно, на Мазах и Белазах. Это белорусские машины. Давайте сельское хозяйство вспомним. Что за трактора там землю-то пашут на минуточку? Правильно, трактора Беларусь. Конечно, кто-то мне сейчас возразит, да ладно, уже на китайские многие сельхозпредприятия переходят. Переходят. Те, которые могут себе позволить новую технику, но очень многие фермеры работают на старой, это дешевле. И она, в общем, старая советская техника, белорусская в том числе, она качественная, неубиваемая. У них до сих пор эти тракторы Беларусь пашут, которым там сто лет в обед, но для них нужны запчасти. Где их брать? Повторюсь, да, можно купить китайский трактор, ну если есть на это деньги, а если нет. Кредит в банке брать? Под какие проценты? Да у нас и денег-то своих нет, кредитных. Все деньги, которые мы берем в банках, взаим, там еще как-то, это все деньги, которые пришли оттуда из-за бугра, это не наши деньги. Все, что у нас есть, повторюсь, нефть и газ. Все и то. Мы даже им грамотно распорядиться не можем. Я вот в предыдущем ролике рассказывал, мы этот газ гоняем за рубеж в виде сырья. Ой, эту нефть, этот газ, да. И в виде сырья мы никак ее не перерабатываем, эту нефть. Мы просто здесь дырку в земле пробили, воткнули туда трубу, пробросили ее куда-то, и туда все это течет. Все. С минимальными вложениями, с минимальным выхлопом для экономики нашей страны. Все, что мы делаем, как саранча, пожираем ресурсы и все, а в общем и в целом зависим от всего мира. И при этом мы ругаемся со всем миром. Муж с кем только не поругались. У нас кто в друзьях-то остался? Давайте вспомним. Одни банановые республики. Причем, я думаю, если вы сейчас повспоминаете, что же там за банановые республики. Я думаю, половину названий вы не слышали никогда в жизни, а вторую половину с трудом вспомните. Ну и тут, если покопаться, чего вдруг эти банановые республики с нами дружат? Да потому, что мы им денег даем, финансируем их. Причем даем так, это билет в один конец, деньги отдали, и они никогда оттуда не вернутся ни в каком виде. В виде бананов только если, которые нафиг никому не нужны. Всё, как только мы их перестанем финансировать, вся дружба закончится. Да и смешно это по большому счёту. Ну подумаешь, с какими-то лохами дружим. И что? Это как-то сказалось на нашем могуществе. Это как-то помогло нашему развитию. Развитию страны. Развитию нашей экономики. Да никак. Давайте не забывать, что пошла нехорошая тенденция. И в прошлом году мы наблюдали это дело, что во всех этих банановых республиках, как правило, установлен диктаторский режим. По 20, по 30, по 40 лет. В креслах глав. Я не знаю, по-разному они называются. Президенты, короли, как угодно. Сидят откровенные узурпаторы, диктаторы, которые обворовывают свой народ, которые измываются над своим народом. Мы наблюдали в ряде стран уже революции, когда этих диктаторов выбрасывали. И всё, и долги, и денежки, и дружба, всё прахом. Эти страны с нами больше не друзья. А мы как дураки, мы как будто бы этого не понимаем. Да, я прекрасно понимаю, осознаю, что сейчас, если вдруг начнётся вот эта вот холодная войнушка с Белоруссией, такая же история, как с Украиной, с грузинами, с армянами, начнётся то же самое с белорусами. Конечно, вот эти вот скоты Киселёв и Соловьёв будут из трусов выпрыгивать, рассказывая вам очередные сказки о том, какие там сволочи живут, о том, что кругом враги. И, слушайте, да мы сами себе враги. Мы сами себе пакостим. Потому что не бывает такого, не может и весь мир. Не могут все соседи идти не в ногу, а мы одни в ногу. Ну, не бывает такого. А самое-то интересное, ради чего всё это? Ради одного человека и кучки его друзей, которым уже в родном королевстве разгуляться негде, поэтому они решили прихватизировать соседние, а заодно тем самым продлить полномочия этого одного человека после 2024 года. И вот Лука не согласился. Теперь его решено публично пороть. Ребят, ну это их игры. Мы-то тут при чём? Хорошего дня! Продолжение следует... Продолжение следует...